Уроки мужества, тематические выставки, общение с ветеранами. Музей Героев Советского Союза и России делает все возможное для сохранения исторической памяти. Сегодня его посетил Сергей Миронов. Знакомство началось с выставки «Мой бессмертный полк», которая посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Далее – постоянная экспозиция. Вот здесь вот витринка унты Анатолия Васильевича, в которых он летал на север, фляжка для протирочного успеха, колокольчик, подарочный самоват. Это единственные предметы, которые мы купили за деньги. Каждый стенд посвящен определенному роду войск. Здесь фотографии, документы, снаряжение, личные вещи, образцы экипировки и вооружения. Летопись героической истории страны, начиная с 1934 года – времени, когда было учреждено звание Героя Советского Союза. Детям говорю, а могут летчики-испытатели сделать 99 посадок, 100 взлетов? Они говорят, могут. Я говорю, нет. Они не должны допустить единственный экземпляр самолета, чтобы он упал. Ну и здесь вот высотный компенсирующий костюм, различные гермошлемы. Десантник Сергей Миронов особенное внимание уделил выставке «Никто кроме нас». Она посвящена 90-летию ВДВ. Помимо экспозиции, в зале представлены живописные работы Игоря Раевича. Это уникальный музей. Я их не благодарен и руководству за то, что сохраняется и приумножается память о достойных сынах нашей Родины. И очень хорошо, что сейчас, в непростое время, когда, к сожалению, мы в условиях пандемии живем, готовятся виртуальные экскурсии в режиме онлайн для детей, подростков, для всех желающих. Это абсолютно правильно. И хочу сказать, что это будет очень оценено нашими всеми поколениями граждан. Политик выразил сотрудникам благодарность за их вклад в развитие патриотизма, а также вручил на память автобиографическую книгу Серега.